Время, которое не было, не было, не было. Они продолжают уносить в таких развитых могущественных государствах, как Соединенные Штаты Америки, Россия, Испания, Италия, Великобритания и другие. Поэтому сегодня светлым пятном стало сообщение, распространенное ведущими средствами массовой информации, о том, что вчера, 18 мая, министр здравоохранения Чешской Республики Адам Войтек заявил, что Чехия преодолела кризис из-за коронавируса. Войтек подтвердил решение правительства сместить с 26 мая режим на границах. Министр также отметил, что намерен добиваться полноотмены с 8 июня этого года пограничного контроля, в том числе и предъявления справки о тесте на COVID-19 по возвращению домой. Я надеюсь, что еще немного из Чехии, если будут здоровы, благодаря своевременным действиям правительства и врожденной дисциплинированности чехов, что в свое время подчеркивал главный герой, любимого мной писателя Ярослава Гашика, это врожденная дисциплинированность. Как я понимаю, стала главным инструментом, который позволил еще 23 апреля правительству Чешской Республики заявить о том, что в связи с благоприятным развитием эпидемиологической ситуации, по состоянию на пятницу были изменены правила, ограничивающие личную свободу перед движением граждан. И теперь люди могут выходить на публику или заниматься спортом в группах до 10 человек. С понедельника 27 апреля также должны были быть открыты торговые точки площадью до 200 тысяч квадратных метров, ну, кроме торговых центров. Там было много послаблений. Самое главное, что была прекращена самоизоляция, стало разрешено движение на свежем воздухе, занятие спортом группами до 10 человек, если только они не являются родственниками или не выполняют профессиональные обязанности. Верующие смогли посещать церковные службы, были разрешены общественные мероприятия, хотя их не должно было посещать более 10 человек одновременно. Была разрешена работа тренажерных залов, фитнес-центров, оздоровительных клубов, правда без возможности использования раздевалок и душевых, ну, по-моему, можно было и из бутылки с водой, также могли быть открыты автошколы, зоопарки, ботанические сады. В те же дни, Сергей Васильевич, о решении министра здравоохранения, отменить запрет на прием пациентов для курортно-реабилитационной полной. Особенно хочу подчеркнуть о разрешении выносной торговли в небольших торговых предприятиях, чем сразу же воспользовались чехи, страстно любящие свой национальный напиток чешское пиво. Жидкий хлеб, как говорят в народе. Но главным условием облегчения жизни чехов с 27 апреля стало требование поголовного, так сказать, ношения защитных масок на лице. Что вы думали? 27 апреля, после обеда, я подключился через интернет. В прямой трансляции одной из прекрасных веб-камер, которая вела передачу из центра Праги, я убедился, что все поголовные чехи, кроме грудных младенцев и собак, надели на свои лица защитные противовирусные маски. Прошло три недели, и я решил проверить, насколько стесняют ношения этих масок чехов по прошествии такого количества дней. Вы можете убедиться сами о том, что, на мой взгляд, чехи вообще забыли о том, что на лице у них есть какие-то предметы, которые мешают им дышать, смеяться, общаться с такими же чехами, с друзьями, родственниками, пользоваться современными средствами связи. Даже пиво пить эти маски не мешают чехам. И вы знаете, маски настолько разнообразные, и чехи так охотно их носят, что создается впечатление, что они стали неотъемлемым атрибутом новой моды. А 11 мая правительство Чешской Республики сделало очередное заявление о том, что обязательство носить лицевые маски с 25 мая, возможно, будет пересмотрено на основании благоприятной эпидемиологической ситуации. Осталось ждать меньше недели. Ну что ж, будьте все здоровы! Посмотрите это небольшое видео о том, как ведут себя чехи в условиях улучшения эпидемиологической ситуации в своем государстве. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан!